Мы ищем секцию 25, чтобы посетить и показать вам нишу с прахом советской и российской киноактрисы Носовой Тамары Макаровны. Носова Тамара Макаровна – это советская и российская киноактриса, народная артистка России. Родилась в Москве 21 ноября 1927 года и была третьим ребенком в семье. Когда ей было полтора года, умерла ее мать, после чего ее отец, не имея возможности содержать семью, отдал всех трех детей в детский дом. Но очень скоро Тамара была удочерена семьей специалиста по авиамоторам. С биологическим отцом Тамара встретилась только когда ей было за 30 лет. Она признала их родство, но поддерживать дальнейшие отношения отказалась. В 1950 году окончила в ГИК. Была одной из самых известных комических актрис отечественного кино 50-60-х годов XX века. В 1970-х годах актриса снимается редко. В 1984 году снялась в телефильме «Мертвые души» в роли коробочки. После смерти приемной матери в 1982 году Тамара Носова вела замкнутый образ жизни. Последние годы жила в страшной нищете и затворничестве, в заросшей грязью квартире. Она питалась в столовой для бездомных и малоимущих, а пенсии не хватало даже на квартплату. В начале весны 2007 года у Тамары Носовой случился инсульт. Умерла актриса 25 марта 2007 года на 80-м году жизни от хронической ишемии головного мозга. Вы, только вы, напоминаете мне мою чернявую, мою любимую, мою безотказную гаубицу. А где же она, ваша любимая и ваша чернявая? Погибла в неравном бою. А, тогда в донецк! Показываю памятник Эраста Павловича Гарина. Настоящая фамилия Герасимов. Советский актер, режиссер театра и кино, сценарист, народный артист СССР. Родился Эраст Павлович в Рязани, в семье лесничьего Павла Эраста Герасимова. До восьми лет жил в селе Песочня, Сапожковского уезда, где служил его отец. Мать Мария Михайловна в девичестве Гарина. Ее фамилию актер впоследствии взял в качестве сценического псевдонима. Передала сыну по наследству то, что Гарин называл творческой выходкой. Учился в Рязанской гимназии. Окончив ее в 1919 году, ушел добровольцем в Красную армию. Играл на сцене гарнизонного театра в Рязани, где принимал участие в комедии Якова Княжнина «Сбитинщик». Там же взял сценический псевдоним Гарин. С этим театром попал в Москву, где был замечен Мейрхольдом, который дал ему совет учиться. Первую большую работу актер получил в спектакле «Даешь Европу», где он сыграл сразу семь ролей изобретателей, демонстрируя искусство молниеносных превращений, жонглерскую ловкость, пародийность, характерность. Уже наметились черты будущего гаринского стиля. Неповторимая манера двигаться, говорить, своеобразная мимика и жесты. Большое внимание актер уделял слову интонационной и пластической разработке роли. Славу и признание принесла Эрасту Гарину роль Гулячкина в пьесе «Мандат» 1925 года. Критики отмечали хамелеонство Гулячкина. При всей его мелкотравности образ приобрел у Гарина силу бичующей сатиры. Один из критиков насчитал более 300 взрывов смеха в зале, и были они вызваны в основном репликами Гулячкина. В 1966 году, во время завершения съемок фильма «Веселые расплюевские дни», случайно произошло травмирование глаза, крепко спрессованным снежком. Гарину удалили один глаз, второй практически не видел. Его перестали приглашать на съемки и в спектакли. Много лет актер был вынужден озвучивать мультфильмы на студии «Союзмультфильм». Много работал на радио, осуществил ряд радиопостановок, положив начало жанру монодраматического звукового спектакля. Озвучивал персонажей в мультипликации. Скончался актер 4 сентября 1980 года. На момент смерти ему было 77 лет. Ну, как можно расстраиваться из такого пустяка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, не надо, не надо. Я вам так заштопаю ваш воротник, что и видно ничего не будет. А иголка и нитка у вас есть? Конечно! Я, кажется, схожу с ума. Дежурный! Вы напрасно кричите, Ваше Величество. Он убег. Кто ты? Дуалетный работник, Ваше Величество. Что значит, туалетный работник? Вот вы все так спрашиваете, а начнешь объяснять, обижаетесь. Я нужник и чищу, Ваше Величество. Вон! Нет, не уходи от меня, туалетный работник. Мне страшно. Только близко не подходи. Встань там. Ты сказал, что дежурный убег, Ваше Величество. Да как он смел! Смел-то он стал с перепугу, Ваше Величество. Вдруг он взорвется. Вот, ребят, подошли мы к Георгию Александровичу Юматову. Это советский и российский киноактер, народный артист РСФСР. Участник Великой Отечественной войны. Георгий Александрович родился 11 марта 1926 года в Москве. Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах учился в военно-морской школе. Служил матросом на Черноморском флоте. В январе 1942 года 15-летний Георгий принимал участие в боевых действиях в Крыму. В 1942 году был зачислен юнгой на торпедный катер «Отважный», а через год стал рулевым. Принимал участие во взятии Будапешта-Пухареста. Отличился в боях за Вену. За время войны несколько раз был ранен и контужен. После войны вернулся в Москву. Его сразу заметил режиссер Григорий Александров и пригласил в эпизод фильма «Весна». С 1945 года Юматов был актером киностудии «Мосфильм» и актер театра студии «Киноактера». Сергей Герасимов взял молодого актера в свою картину «Молодая гвардия». Но настоящая слава и любовь зрителей пришла к Георгию Юматову в 50-е годы. После фильмов «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Герои шибки», «Педагогическая поэма», «Разные судьбы» – они были первыми. Своей лучшей ролью считал Ваньку Малышева в фильме «Жестокость». Юматов претендовал на роль красноармейца Сухова в легендарном фильме «Белое солнце пустыни». Но, выпив, в ходе съемок устроил драку, в которой ему разбили лицо. Тогда режиссер фильма Владимир Мотыль выслал телеграмму с просьбой вернуться на роль актера Анатолия Кузнецова. Наибольшую популярность актер получил после фильма «Офицеры» 1971 года, в котором он снялся в главной роли Алексея Трофимова. По официальной версии, 6 марта 1994 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Георгий Юматов застрелил из охотничьего ружья дворника Мадатова, который помогал актеру похоронить его любимую собаку. Со слов самого Юматова, Мадатов оскорбил его как фронтовика, когда сказал, что зря в войне не победила Германия. Однако Виктор Мережко спустя много лет заявил, что в дворника случайно стреляла муза Крепкогорская, а Юматов взял ее вину на себя. Юматову грозило лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, но после того, как адвокат сумел доказать, что действия его подзащитного не были умышленным убийством, а лишь превысили пределы необходимой обороны, через 2 месяца после ареста, в июне 1994 года, тот был выпущен из «Матросской тишины» под подписку о невыезде. После этого случая режиссеры, опасаясь неадекватного поведения актера, перестали приглашать его сниматься в кино. Юматов начал ходить в церковь и окончательно бросил петь. Одно из последних появлений Юматова на телевидении произошло в 1997 году в праздничной телепередаче «Поле чудес» к 9 мая. После выхода из тюрьмы Юматову диагностировали аневризму брюшной аорты. Ему была сделана операция. Спустя некоторое время произошло кровоизлияние в желудок. От госпитализации актер отказался. Скончался Георгий Юматов на 72-м году жизни 4 октября 1997 года от разрыва брюшной аорты. Георгий Юматов, где ты была? Ты знаешь, я тебя с самого утра ищу. Я уже всех ребят и девчат обегал. И за тебя Витьку Петрову задержался отъездом. Он у нас здесь. Отец вот тут страх как кругается. Собирайся немедленно. Мы же ничего не знали, что это распоряжение? Споряжение райкома. Всем уходить. Немцы вот-вот будут здесь. Я уж всех предупредил, о вашей компании все нет и нет. Я тут ужас как перенегмичал. В общем, мы тебя ждем, давай быстрее. Подъезжай из тех, кольцу-то весь часов. Да погодите вы, мама, погодите. Марина Алексеевна Ладынина. Советская актриса, народная артистка СССР. Марина Ладынина родилась 11-го, по некоторым данным, 24 июня 1908 года в селе Скотинино, Смоленской губернии, в крестьянской семье Алексея Дмитриевича и Марии Наумовны Ладыниных. Вскоре вместе с родителями переехала в село Назарово, Енисейской губернии. Алексей Дмитриевич имел три класса образования, а мать Мария Наумовна была неграмотной. В семье было четверо детей, Марина была старшей. С ранних лет начала проявлять интерес к книгам и сцене, читала и с большим удовольствием пересказывала прочитанное своим друзьям. В 1929 году приехала в Москву и с первой же попытки поступила в ГИТИС. В 1933 году, окончив ГИТИС, была принята в труппу МХАТа имени Горького и прослужила в нем до 1935 года. Сама актриса рассказывала, что режиссер Константин Сергеевич Станиславский сказал ей тогда, «Недостатки свои знаете? При вашем росте у вас чересчур длинные руки». И она поняла, почему ей некуда девать руки на сцене. С 1935 по 1945 годы была актрисой киностудии Мосфильм. Среди самых знаменитых киноработ – трактористы, свинарка и пастух, в шесть часов вечера после войны – «Кубанские казаки». С 1945 по 1994 годы периодически выходила на сцену театра студии киноактера. В 1954 году вышел на экраны фильм «Испытание верности», после чего брак Лодыниной и Пырева распался. После этого актриса не захотела больше сниматься в кино. Ходили слухи, что причиной ее исчезновения с экранов стала месть Пырева, но подлинная причина была в другом. Актриса не хотела играть возрастные роли, желая оставаться в памяти зрителей молодой. Много раз ей предлагали сниматься, но она отказывалась. Лишь в 1965 году она снялась в телевизионном фильме «Люди остаются людьми» по роману Пиляра, но фильм на экраны не вышел. Последние 10 лет жила затворницей и практически ни с кем не общалась. Иногда к актрисе приходила Наина Ельцина, которая долгие годы заботилась о ней. Она несколько раз устраивала актрису в больнице, отправляла в санатории, помогала деньгами, подарила холодильник. Марина Ладынина скончалась с 10 марта 2003 года на 95 году жизни. По официальной версии, Ладынина скончалась от сердечной недостаточности, но в больницу поступила с переломом шейки бедра. 5 марта 2003 года она подскользнулась в ванной комнате и пролежала без сознания целый день. Домработница обнаружила ее лишь вечером. Врачи сделали все, чтобы спасти актрису, но ее сердце не выдержало нагрузки. Каким был, таким и остался. Каким ты был, таким остался. Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой покой? В данный момент мы подходим к захоронению советской и российской актрисы театра и кино, а также певицы, к Сазоновой Нине Афанасьевне. Нина Афанасьевна большую часть жизни посвятила работе в Центральном театре Советской Армии, где сыграла множество ролей. Много играла в кино. Наиболее знаменитые ее роли в фильмах «Женщины», «Повесть пламенных лет», «Простая история», «Живет такой парень», «День за днем», «Зигзаг удачи». Дебют актрисы был в 1938 году в спектакле «Учитель». Киногероини в ее исполнении имели всенародную известность. В основном актриса играла жен, матерей и теть. Актрисе прекрасно удавалось исполнять роли простых женщин из народа. По рассказам современников, после премьера фильма живет такой парень, в котором она сыграла роль тетки Анисьи. Режиссеру картины Василию Шикшуну пришло письмо со следующим содержанием. «Уважаемый режиссер, кто играет эту тетку Анисью? Если наша деревенская баба, объясните, как ее научили играть? А ежели артистка? Так что же она у вас такая деревенская?» 2 марта 1977 года актрисе было присвоено звание Народной артистки СССР. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2002 года сын актрисы, будучи в пьяном состоянии, избил ее. Она потеряла сознание, а сын, в свою очередь, отправился спать. Утром Михаил обнаружил свою мать на полу без сознания и, решив, что совершил убийство, выбросился из окна 11-этажного дома. Актриса в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию. За время болезни актриса перенесла два инсульта, заново училась ходить. Кроме того, ей был поставлен диагноз деменция. Скончалась Нина Афанасьевна 1 марта 2004 года от острой сердечной недостаточности. Актрисе было 87 лет. Ну а сейчас мы продвигаемся к месту захоронения советской актрисы театра и кино Марченко Людмиле Васильевне. В раннем детстве вместе с родителями оказался на оккупированной территории. После войны семья переехала в Москву. В 1963 году актриса окончила в ГИК. Дебютом в кино стала эпизодическая роль в картине «Добровольцы». Людмила Васильевна снялась в таких фильмах, как «Добровольцы», «Белые ночи», «Отчий дом», «Без страха и упрека», «До будущей весны». В конце жизни Людмила Марченко страдала депрессией, алкоголизмом, стала терять слух, так как сказалась черепно-мозговая травма. Это случилось из-за ссоры с ее мужем, с которым в итоге Людмила разошлась. Он избил актрису, в результате чего ее лицо было избродовано и покрыто шрамами и синяками. После этого она стала появляться только в эпизодах. Она вела замкнутый образ жизни, не появлялась на телеэкранах, не давала интервью. После смерти последнего мужа Людмила Васильевна заболела гриппом. Она не вызывала врачей, наотрез отказывалась лечиться, а также запрещала родным ее навещать. 21 января 1997 года Людмила Марченко скончалась, ей было 56 лет. Голубые все цветы полевые, я ей сердце свое подарил. Так зачем я любил, так зачем я любил, так зачем я так сильно любил. Слой твердый, не может. Точно идти? Конечно. Вот убери снег вот отсюда, вот с этой, с этой плиты, да, как правильно ее назвать. Да, а портрет где? Караваева Валентина Ивановна. Настоящее имя Алла, в замужестве Чапмин, советская актриса театра и кино. При рождении получила имя Алла, увлекшись кинематографом, написала письмо Сталину, с просьбой отправить на учебу и получила приглашение в школу Масфильма. В 1940 году Валентина Караваева окончила актерскую школу при киностудии Масфильм, мастерской Райзмана. Он взял ее на главную роль в своем фильме «Машенька». После выхода фильма в 1943 году вся съемочная группа получила сталинскую премию второй степени и Караваева в 21 год стала самым молодым ее лауреатом. В 1944 году по пути на съемки нового фильма Юлия Райзмана «Небо Москвы» Караваева попала в автокатастрофу. Автомобиль на скорости столкнулся с трамваем. Водитель погиб, а у Валентины Караваевой остался ужасный шрам, протянувшийся от уха до подбородка. Ее лицо осталось изуродованное и это отлучило ее от возможности сниматься в кино, за исключением эпизодов. В 1957 году сыграла в эпизодической роли в экранизации «Повесть о первой любви». Затем, лишь через 6 лет, в 1964 году Эрест Гарин пригласил Караваеву на съемки экранизации «Обыкновенное чудо», в которой актриса ярко сыграла астрохарактерную роль. В последние годы актриса ввела буквально нищенское существование, иногда удавалось поработать в дубляже, что-то платили из жалости в театре киноактера. Режиссеры не приглашали сниматься и тогда она сама стала снимать кино. 22 года Караваева играла перед любительской кинокамерой. Звук записывала на допотопный катушечный магнитофон. Для роли Нины Заречной в «Чайке» она сделала себе чайку-птицу из проволоки, бумаги и перьев. Точная дата смерти актрисы неизвестна. Тревогу забили соседи, когда в доме прорвало трубу. Актриса умерла в 76 лет. Синдесмология называется тот отдел анатомии. Ваша, ты все сидишь? Угу. Сколько дней ты так сидишь? Много. Ты поспала? Я посплю, посплю. Синдесмология называется тот отдел анатомии, который изучает соединение кастей. Ну вот что. Я тебе все наврал. Что наврал? Все. Что все? Ничего я такого особенного не читал. Готовился в техникум, гараж попал в прорыв. Стал вытаскивать, чего бы просил. Ты меня слышишь? Слышу. Там в интернете, когда мы искали фотографию захоронения, Там портрет был. Был портрет, да. А сейчас мы приходим и портрета нету. Видимо, кто-то украл. Может, сняли. Ну или сняли. Может быть, поменять хотят. Я не знаю. Или вытвел. Баган Ольга Павловна, советская актриса. Родилась Ольга Павловна Баган 25 ноября 1936 года в Кишиневе. Родители были ярыми сторонниками коммунистической идеи. И старших детей назвали «эра» и «декрет». Ольга тоже сначала была Конституцией. Но когда во дворе дети узнали об этом и стали кричать «Долой Конституцию!», родители передумали и девочка стала Олей. В поисках лучшей жизни семья перебралась в Москву. Ольга Паган окончила обычную столичную школу. Затем стала пробовать себя в театральных постановках. Именно опыт сценической деятельности в последующем позволил ей сниматься в кино. Первой работой в кино для начинающей актрисы стала небольшая эпизодическая роль в советской кинокартине под названием «За витриной универмага». На момент съемок в фильме Ольге еще не исполнилось и 19 лет. На широком экране юная артистка появилась в коротеньком эпизоде. В образе покупательницы, которая приходит в универмаг вместе с героем фильма по имени Юрий, чтобы подобрать тому костюм. Юрка, потрясающе! Юрка, это на тебя шито! Ни за что не дам одевать каждый день. Первой заметной ролью Ольги Паган в кино стала главная роль провинциальной девушки Нади Смирновой. В советской драме «Человек родился». На эту роль пробовалась также и Людмила Гурченко. Но режиссер фильма отдал роль Ольге Паган. А Гурченко ее озвучила, что вызвало тяжелые переживания у Ольги. Наиболее известная роль – это маленький принц в спектакле Екатерины Еландской. Ольга очень любила эту роль и каждый раз играла на разрыв, что не могло не оставлять отзыв в сердцах зрителей. На Ольгу в роли принца ходила вся Москва и гости столицы. С годами играть хрупкого ребенка становилось все сложнее. И женщина каждый раз перетягивала себя корсетами. А после спектакля все чаще измученная бралась за стакан. Во многом биография актрисы была окутана тайной. Она мало с кем общалась и друзей не заводила. Она никого не подпускала близко к себе. И что творилось у нее на душе, остается лишь загадкой. Такой же тайной окутана и смерть актрисы. Ее близкие вспоминают, что из-за двух неудавшихся браков у Ольги наступила депрессия. Роли в фильмах и спектаклях она также не получала. Ведь последняя ее картина датируется 1962 годом и называется «Где то есть сын», где она сыграла крохотную роль. Все это привело к тому, что актриса стала злоупотреблять алкоголем, живя практически в полном одиночестве. Ольга Бган умерла в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января 1978 года в своей квартире. Причиной смерти стало отравление лекарственным препаратом. Неофициальная версия – это самоубийство, а официальный диагноз – сердечная недостаточность. На момент смерти актрисе был 41 год. Барашка мне нарисуй. Мне нужен барашек. Эта кошка не обращает на меня совершенно никакого внимания. Смотри, прелести весны. Да. Пойдем. Пойдемте. Анастасия Геннадьевна. Погода сегодня специфическая. Специфическая. Ну это хотя бы отвлекается. Вот до тебя там кошка была, а вообще со мной не разговаривала. Дорогие друзья, нашли беседину Виктора Андреевича. Он покоится на четвертом участке. Это советский эстрадный певец, народный артист РСФСР. Родился Виктор Андреевич 7 мая 1925 года в Брянске. В годы Великой Отечественной войны он служил фронтовым разведчиком. Получил тяжелое ранение с последующей ампутацией правой ноги. Решающую роль в судьбе беседина сыграла его встреча в госпитале с фронтовой бригадой, в составе которой был знаменитый бас пирогов. Артист, прослушав в исполнении беседина песню, которая называется «Есть на Волге утес», рекомендовал ему заниматься вокалом профессионально. Окончив вокальный факультет имени Чайковского в 1952 году, Виктор начал выступать на эстраде. Умер Виктор Андреевич 21 июня 1992 года в 67 лет. ПЕСНЯ 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 Мы подошли к могиле Баркаса Бориса Владимировича. Его захоронение находится возле колумбаря номер 10. Это советский поэт-песенник, автор русского текста знаменитого в СССР хита Аллы Пугачевой «Орликина». На первой пластинке с этой песней автором слов ошибочно значился Илья Резник. Первый успех пришел к начинающему поэту в 18 лет, когда он написал ставшую хитом в СССР песню «Ты по этой лестнице», которую исполнил Александр Лермон и рок-группа «Скоморохи». В 1975 году в возрасте 22 лет он написал русский стихотворный текст популярной болгарской песни Эмила Димитрова «Орликина» и передал его Алле Пугачевой, которая с этой песней победила на международном конкурсе вокальных исполнителей «Золотой орфей». В конце жизни попал в трудные жизненные условия. После смерти жены потерял работу и квартиру. Два года жил на улице, пока не согласился поселиться в приюте Люблино. Осенью 2007 года принял участие в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» с Аллой Пугачевой, после которой певица помогла ему восстановить документы и подарила квартиру. Скончался 11 декабря 2007 года от сердечной недостаточности. Ему было 54 года. Ты в этой песнице унесла любовь, Но несчастье песнице ты приходишь в мой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!